Глава Люберец Владимир Ужицкий встретился с жителями городского округа. Участники собрания обсудили подготовку к отопительному сезону и вопросы, связанные с обслуживанием жилых домов. Подробнее в репортаже моих коллег. Сентябрь – время финальной стадии подготовки округа к отопительному сезону. Готовность Люберец к осенне-зимнему периоду стала одной из главных тем ежемесячного собрания с жителями. Мы планируем начать отопительный сезон, исходя из тех температур, что есть. Где-то с 21 сентября мы должны быть готовы к пуску тепла. В первую очередь это социальная сфера, это школы, сады, больницы, поликлиники. А дальше, когда температура будет на протяжении 5 дней менее 8 градусов, будет включен и жилищный сектор. В этом году состоялся ремонт двух котельных в Люберцах и реконструкция котельной в Малаховке. Несмотря на стопроцентную готовность округа к холодам, люберчане обратили внимание властей на другую проблему. Сразу несколько жителей улицы 3-й почтовое отделение пожаловались на качество питьевой воды. Вы разберитесь и понять, что происходит. Для меня это какое-то откровение. Давайте создадим рабочую группу по анализу, по вопросам, связанных с водопотреблением поселка, по качеству воды. Со стартом учебного сезона жители ЖК Новокроскова вновь указали на необходимость строительства школы. В качестве временного решения детей предлагают возить в Малаховские или Коросковские учебные учреждения. Но такая возможность есть не у всех родителей. Жителей заверили. Новая школа на 700 мест откроется уже через два года. Сейчас этот вопрос в стадии решения находится. Мы, как говорится, определили земельный участок на сегодняшний день, где будет она размещена. И надеюсь, что в следующем году мы приступим к строительству. Проектирование уже идет, здание. И вот ориентировочно 22-й год, сентября. Все вопросы взяты под личный контроль главы округа и занесены в протокол. Следующая встреча с жителями состоится в октябре. Мы способны решать целый блок вопросов. Но в одиночку администрация, советуем депутатов. Только что-то будет, но не получится. Мы опираемся на активных жителей. Александр Колганов, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.